Привет, ребята! Сегодня покажу вам замок постройки 1520 года, который находится в Беларуси и под охраной ЮНЕСКО. С вами канал Сходи Посмотри, меня зовут Валерика. Смотрите, какой большой красивый замок из красного кирпича. Его стиль приписывают к белорусскому готическому. Но и этот замок, очевидно, имел основную функцию обороны, так как его окружает вода, чтобы враги не прошли. И все же я вижу в этой постройке романский стиль, который был присущ Средневековью. Очень ухоженная призамковая территория, везде чистенькая и аккуратная. Перед вами замковый комплекс, который называется Мир, 16-20 веков. Находится он в городском поселке Мир. Это сооружение из красного камня является историко-культурной ценностью, национального значения и мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Впервые поселение Мир упоминается в 1434 году. С понедельника по пятницу билеты дешевле, 14 белорусских рублей, а в выходные дни 16. Оцените, какие стильные магниты. И вот так выглядит билет. Дальше нужно пройти в гардероб, чтобы снять верхнюю одежду, несмотря на то, что это замок, здесь довольно тепло. Также вы можете воспользоваться ящиками для хранения вещей. В 1476 году владельцем мира становится Юрий Ильинич, при котором начинается возведение замка. В начале 16 века на земле ВКЛ участились набеги крымских татар. Неустойчивая политическая ситуация обострялась враждебностью между феодальными группировками внутри государства. Юрий Ильинич очень хотел получить графский титул Священной Римской империи. А для этого ему необходимо было наличие в собственности каменного замка. Последний внук Ильиничей завещал мирское графство своему двоюродному брату Николаю Христофору Радивиллу. У него было прозвище Сиротка. Таким образом, владельцем замка становится представитель могущественного рода Радивиллов. Здесь у нас один из первых портретов, монеты, которые были найдены на территории мирского замка. В конце 16 века бастионные укрепления мирского замка утратили свою актуальность. Ну и по неизвестным причинам Николай Христофор Радивилл, который Сиротка, отказался от дальнейшей основательной модернизации мирского замка. В подвале замка вы найдете пыточную. Ну а на нижних этажах изготавливали продукты для стола. Здесь есть посуда, в основном она делалась из глины. Ну и конечно же винный погреб, где в подвале для хранения вина самая лучшая температура. Также имелось место для того, чтобы молиться. После возведения мощного замка в Несвежим в конце 16-го, в начале 17-го века, княжеская резиденция была перенесена туда. Ну а мирский замок стал своего рода загородной резиденцией. После долгие годы на замок нападают разные военные силы. Сначала эту территорию хотели завоевать казаки, потом сюда пришли российские солдаты. Затем войска шведского короля Карла VII. И вот в 1891 году мирские земли и замок купил казачий атаман войска Донского Николай Иванович Святополк Мирский. Здесь мы видим элемент мужского костюма Великого княжества Литовского. Это слудский пояс и он считался признаком благородного происхождения. Очень узкие лестницы, проходы, что конечно характерно для средневековых замков. Я вижу очень красивый расписной зал. Здесь, видимо, проходили мероприятия, перы, камины. Здесь четыре камина, понятно, это нужно для обогрева замка. И очень красивый расписной потолок. Вообще оформление, все интерьеры действительно средневековые, потому что камины, деревянная мебель, шкуры убитых животных после охоты. На стенах рога и сосуды, из которых можно пить вино. Раньше из рога пили вино. Ну вот здесь уже посуда 19 века. Здесь китовый уз, металл белый. Все это лежит в бархате. Резная мебель. Искусство такого рода всегда в штучном экземпляре. Всегда ценилось, потому что это ручная работа, естественно. И с какими-то сюжетами, то есть попробуй все это вырежи. Вся атмосфера становится такой, действительно, средневековая за счет всех этих деталей вокруг. Вот, пожалуйста, инструмент этого времени. Людня, скрипка. И мужской костюм 18 века. Также мы можем видеть и женский костюм с кружевом, и дополняющие его аксессуары. Это вееры, зеркальце. Здесь же предметы быта, окружавшие Радивилов в то время. Подсвечники вот здесь перед вами. Перчатки, украшения. Залы изящно оформленные. Конечно, тогда, в 18 веке, было преимущественно украшать интерьеры в стиле барокко. Но такой более легкий барочный стиль это рококо. И здесь как раз такой больше рококошный стиль. Не слишком помпезный, здесь нету нагроможденности. Такое ощущение, как будто всего в меру здесь. В 1939 году в местечко Мир вошли войска Красной Армии. В средневековых стенах была устроена производственная артель. Во время Великой Отечественной войны с мая по августу в 1942 году в замке находилось гетто. А в 1983 в Мирском замке начались реставрационные работы. Открытие первой музейной экспозиции было в 1992 году. Чтобы подняться наверх в самую высокую часть башни, нужно пройти несколько лестниц. Эти лестницы спутаны друг с другом. То есть вы можете подниматься-подниматься и вдруг выйти в какое-то пространство. Ну, здесь это смотровая такая площадочка внутреннего дворика. Удобно наблюдать, что происходит внутри, осматривать с этих сторон со всех замок. Тоже свой особенный вид. Настолько узко, что можно шутить, почему аристократы были такие худые. И правда, если вы будете подниматься наверх, то может просто развиться глаустрофобия. Ну, вот он, такой вид из бойниц на территорию мира. Можно тут зайти внутрь или нет? У меня нет, да? Могилы. Очень интересная экспозиция и какая богатая история у Беларуси, как это может быть связано с Литвой, с Польшей. И здесь, в этом музее, довольно подробно и интересно рассказывается о том, какая великая и большая история у Беларуси. Если вы сюда приедете, я очень рекомендую взять гида, потому что в школе Беларуси те, кто учился здесь, те, кто здесь жил и живет сейчас, эти люди наверняка знают историю Беларуси, знают, как делилась эта территория. Но если вы приехали из России или из другой любой страны, то вам, конечно, стоит взять гид. Ну, или хотя бы аудиогида, чтобы вы понимали, в чем здесь дело, потому что будете ходить, бродить по этому замку и ничего не поймете. Вот. Ну, или подготовьтесь, почитайте заранее что-то об истории Речи Посполитой и Великого Княжества Литовского, и вам будет более понятно, что к чему, откуда эти люди, которые здесь жили в этом замке. Ну, и, в общем-то, я уверена, что вам понравится это и впечатлит вас. Смотрите, канал «Сходи, посмотри» и до новых встреч. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!